студия божьего обучения представляет рико кортеса при поддержке наших верных финансовых партнеров шалом и добро пожаловать снова в служение мудрость в торе меня зовут рико кортес я на самом деле счастлив вернуться к вам и в благоговении перед яхвы что он дает мне возможность послужить вам через телевидение и это волнующее время о чем я говорил последние несколько раз когда я пересматривал многие вещи которым я учу и переосмысливал свою жизнь в отношении своего поклонения и своего посвящения творцу и знаете я пришел к заключению что мы являемся тем поколением которое видит и еще увидит как происходят великие дела то есть когда мы придем в царство авраам исаак и яков подойдут к нам и спросят а ты был готов к приходу миссии также и риме и сая все пророки и даже моисей подойдут к нам и спросят ну что каким был второй исход да мы живем волнующее время и мы на пороге движения к тому чтобы поприветствовать нашего миссию но в этом процессе мы должны понимать определенные библейские принципы чтобы нам не быть обманутыми лже миссии мы должны понимать что нам необходимо знать для того чтобы распознать когда на горизонте появится другой человек называемый антихрист который придет и начнет творить знамения и чудеса и приведет в замешательство весь мир а вы сможете отступив назад сказать а ну-ка выясним творит ли он дела моисея вы сможете сравнить его жизнь с жизнью моисея если он не будет соответствовать моисею значит он не миссия давайте я дам вам подсказку всего один намек если он принесет мир на ближний восток значит он неистинный миссия потому что когда избавитель моисей пришел чтобы вывести израиль из египта он принес настоящий хаос туда пришла смерть пришли суды когда вернется миссия он принесет то же самое он принесет мир только тогда когда установит свое царство но перед тем как придет мир должны быть войны опустошение и скорбь и мы еще поговорим об этом о параллелях жизни моисея и ешуа и о типологии моисея как пророка и в пророчестве 18 главе второзакония 17 и 18 стихах сказано извините стих 15 пророка из среды тебя из братьев твоих как меня воздвигнет тебе адонай элохим твой его слушайте мы должны слушать того пророка который будет как моисей так как ты просил у господа и лохима твоего при хариве в день собрания говоря да не услышу впредь глаза яхве лохима моего и огня сего великого да не увижу более дабы мне не умереть так какова же причина того что он послал пророка потому что израильтяне не хотели слушать слова яхве напрямую поэтому он собирался послать им пророка подобного моисею подобного человеку чтобы он пересказал им его слова таким образом чтобы они смогли соблюдать их не так громогласно как они слышали их с горы но теперь в контексте когда человек говорит с человеком и иешуа был тем человеком которого звали машиах давайте перейдем к типологии мы видим что фараон ожесточил свое сердце точно так же как и мир ожесточит свое сердце в последние времена в исходе 713 сказано сердце фараонова ожесточилась и он не послушал их как и говорил яхве в откровении 16 9 11 сказано и жёг людей сильный зной и они хулили имя яхве имеющего власть над теми язвами и невразумелись чтобы воздать ему славу пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделалось царство его мрачно и они кусали языки свои от страдания и хулили элохима небесного от страданий своих и язвы их и не раскаялись в делах своих так же как фараон фараон видел эти суды но он не раскаялся он ожесточил свое сердце что интересно во всей этой истории в исходе так это то что там сказано что сначала яхве ожесточил его сердце но затем он ожесточил свое сердце это интересно перейдем к следующему израильтяне переживали недостаток веры в истории описаны в исходе израиль переживает недостаток доверия моисею в исходе 32 1 когда народ увидел что моисей долго не сходит с горы то собрался к арону и сказал ему встань и сделай нам бога который бы шел перед нами ибо с этим человеком с моисеем который вывел нас из земли египетской не знаем что сделалось интересно что то же самое произойдет в последнее время 2 петра 3 глава прежде всего знайте что в последние дни явятся наглые ругатели поступающий по собственным своим похотям и говорящий где обетование пришествия его ибо с тех пор как стали умирать отцы от начала творения все остается также не это ли происходит сейчас люди сомневаются в том что ешо это истинный мессия потому что он медлит со своим возвращением но это не обязательно так давайте я приведу вам сравнение то что произошло с израильтянами и это очень похоже на нас когда моисей поднялся на гору он медлил потому что люди просчитались в том времени когда должен вернуться избавитель они попытались рассчитать время и он немного промедлил но он промедлил в разумах людей яхве уже все знал заранее и моисей точно знал когда ему сойти вниз и что интересно так это то что на сегодняшний день у нас точнее у основной массы христиан господствует в умах теология называемое восхищение церкви и эта теология гласит что восхищение может произойти в любой момент но что же будет если этого не произойдет в любой момент и люди начинают ставить под сомнение приход миссии говоря что он медлит согласно их вычислениям и как результат они отворачиваются и начинают служить другому богу также как израильтяне стали служить золотому тельцу так и люди этого мира поклонятся антихристу это та же самая параллель они прочитались то есть они неверно почитали когда их избавитель спустится с горы то есть небес проводя типологию то же самое произойдет и в последние времена когда явятся многие ругатели и будут говорить против миссии потому что по их мнению миссия уже опоздал и пропустил время своего прихода по человеческим подсчетам понимаете то же самое произошло в пустыне это же самое происходит сейчас нам следует быть очень осторожными и научиться от наших праотцов чтобы нам не совершить тех же самых ошибок аминь на это моисей был слугой и шо был слугой псалме 104 26 сказано послал моисея раба своего аарона которого избрал матфея 12 18 вот мой слуга которого я избрал любимый мной которыми я весьма доволен я возложу на него дух мой и он провозгласит правосудие язычникам еврейский новый завет перевод давида стерна моисей был пророком и и шо был пророком я уже читал вам эти стихи старой законе 18 главы 17 по 19 стихи поэтому я не буду их снова повторять но в иоанна 6 главе 14 стихе нам дается свидетельство тогда люди видевшие чудо сотворенное иешуа сказали это истинно тот пророк это истинно тот пророк которому должно прийти в мир видите они распознали что иешуа и есть истинный пророк увидев чудо моисей дал им хлеб моисей дал им воду моисей раздвинул красное море моисей встречался с яхвы иешуа тоже приходит с небесного царства он кормит толпы народа он дает им воду его объявляют пророком и вот какой урок мы должны здесь усвоить вы не должны объявлять кого-либо пророком только из-за чуда помните во второзаконии 13 главе сказано что если восстанет среди тебя пророк или сновидец избудется то пророчество или сон или чудо я сейчас перефразировал но если тот пророк скажет пойдем поклонимся другим богам ты не должен следовать за ним разве иешуа говорил чтобы вы соблюдали языческую пасху разве он говорил вам чтобы вы ели свинину нет разве он говорил вам соблюдать рождество нет но что же он сказал следуйте торе соблюдайте мои заповеди потому что слова которые я говорю дал мне отец отец зал тору на горе синай и ишуа пришел и говорил те же самые слова матфея 5 главе 17 18 и 19 стихах сказано я уже читал вам их раньше не думайте что я пришел нарушить закон или пророков не нарушить пришел я но исполнить то есть довести до полноты значения аминь и мы должны понять эти принципы иешуа пришел утвердить тору письменную тору они раввинские фарисейские указы поэтому есть разница между заповедями человеческими и заповедями яхвы что мы пытаемся изучить давайте перейдем к следующему моисей первосвященник и ишуа наш коэн хагадоль первосвященник слово коэн хагадоль на иврите означает первосвященник псалом 98 6 моисей арон между священниками и самуил между призывающими имя его взывали господу в евреям 724 сказано а сей как пребывающий вечно имеет и священство не приходящие евреям 5 6 сказано как и в другом месте говорит извините сейчас я еще раз зачитаю евреям 5 6 сказано как и в другом месте говорит ты священник во век по чину мелхиседека и так здесь мы видим что моисей первосвященник и что и ишуа тоже первосвященник до сих пор все четко выстраивается так все сходится вы ставите себе пометки все пометки совпадают моисей как пасырь и ишуа это истинный пасырь мы видим что моисей рос во дворце фараона посреди всего того что там происходило но яхве взял его оттуда и сделал его пасырем овец зачем чтобы обучить его и создать прообраз грядущего мессии который придет для чего чтобы искупить израиль и стать пасырем стада кто является стадом израиль это именно то что сделал моисей он научился заботиться об овцах и это подготовило его к тому чтобы потом заботиться о людях и в библии мы видим у некоторых пророков что израиль упоминается как стадо в поле и здесь мы видим параллели в исходе 3 главе первом стихе сказано моисей пас овец у иофора тесте своего священника мадиам ского однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе божией хариву иоанна 10 11 я есть пастырь добрый пастырь добрый полагает жизнь свою за овец иоанна 10 14 я есть им пастырь добрый и знаю моих и мои знают меня другими словами что говорят раввины по этому поводу надеюсь вы сможете это прочесть это комментарий раввинов в отношении миссии мессианская идея в израиле иосиф клаузнер страница 101 но мы также находим в книге пророка иеремии личность миссии после слов и поставлю над ними пастырей которые будут пасти их и они уже не будут бояться и так далее то есть даже раввины понимали кто будет пастырем и что пастырем будет миссия таким образом история моисея это прообраз грядущего пастыря и этот комментарий который вы сейчас видели в иеремии по существу говорит о том кем будут эти пастыря это будут люди по его сердцу и он говорит о том что миссия будет таким пастырем книга пророка эзекииля говорит о добром пастыре и когда он говорит эти слова в иоанна он ссылается на эзекииля посмотрим если я смогу быстренько найти это место и попробую показать его вам по-моему это 34 глава эзекииля здесь сказано о добром пастыре вот она в эзекииле 34 главе 11 стихе сказано ибо так говорит адонай алухим вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их как пастух поверяет стадо свое в тот день когда находится среди стада своего рассеянного так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест в которые они были рассеянны в день облачный и мрачный это связано с последними временами и этого еще не произошло дальше сказано в 13 стихе этой же главы и выведу их из народов и соберу их из стран и приведу их в землю их и буду пасти их на горах израилевых при потоках и на всех обитаемых местах земли сей буду пасти их на хорошей пажите и загон их будет на высоких горах израилевых там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите на горах израилевых я буду пасти овец моих и я буду покоить их говорит адонай алухим потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу и пораненную перевяжу и больную укреплю а разжиревшую и буйную истреблю буду пасти их по правде видите стада это израиль а искупитель и избавитель это мессия который носит имя яхве аминь и как мы видим в езекииля 34 главе в стихах с 11 по 17 говорится о том же самом следующий слайд мессия будет превознесен больше чем моисей кстати об этом говорится в послании к евреям но я вам скажу что сказано в антологии торы антология торы это комментарии это на самом деле хорошие книги они дают хороший ориентир в антологии торы 12 пророков том 2 страница 343 говорится что мессию называют великой горой потому что он будет более великим чем про отцы еврейского народа то есть чем авраам исаак и аков вот раб мой будет благоуспешен возвысится и вознесется и возвеличится исаев 52 13 он вознесется выше авраама который сказал я вознес руки свои господу как сказано в книге бытие 14 22 он будет выше моисея и превознесется над ангелами служителями эта ссылка на бытие 14 22 давайте посмотрим что говорит нам послание евреям евреям 3 1 6 в точности сказано то что раввины говорят последние две тысячи лет там сказано и так братья святые участники в небесном звании у разумеете посланника и первосвященника исповедания нашего мессии ешо который верен поставившему его отцу так как и моисей во всем доме его ибо он ешо достоин тем большей славы перед моисеем чем большую честь имеет в сравнении с домом тот кто устроил его интересно не правда ли я надеюсь это имеет для вас смысл это очень важно ибо всякий дом устрояется кем-либо а устроивший все есть бог и моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того что надлежало возвестить а миссия как сын в доме его и глядя на эти комментарии мы видим что в понимании раввинов миссия будет больше всех праотцов авраама исаака и иакова и больше чем моисей именно об этом и свидетельствует послание евреям относительно ешо она пытается открыть что ешо и есть тот пророк и что он и есть тот первосвященник все послание евреям говорит о первосвященстве окей давайте двигаться дальше теперь ешо и моисей как посредники израиля надеюсь вам это нравится друзья потому что я говорю вам это крайне важно поскольку теперь мы видим параллели в жизни моисея ешо я не знаю делали это кто-нибудь еще уверен что такие люди есть если вы их не знаете то я не единственный если другие кто учит на ту же тему просто это благословение что вы слышите об этом от меня и что я смог показать вам что-то новое исход 33 глава 8 9 10 стихи когда моисей выходил в скинье и весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед моисею доколе он не входил в скинье когда же моисей входил в скинье тогда опускался столб облачный и становился у входа в скинье и яхва говорил с маши и видел весь народ столб облачные стоявшие у входа в скинье и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой таким образом моисей исполнял роль посредника каждый раз когда моисей входил скинье и люди выходили из своих шатров и покрывали свои головы и ожидали они видели как облака опускалась то есть это прообраз моисей ходатай и посредник между богом и людьми и так что говорит послание к тимофею в первом тимофею 2 5 сказано ибо есть один элухим и один посредник между элухимом и людьми человек миссия и шо и так что мы здесь видим эту типологию моисея как посредника и ишуа как посредника есть только один посредник также как был только один посредник в пустыне когда он вывел их из египта будет только один посредник в пустыне когда вернется миссия помните продолжим моисея и ишуа ходатайствует за нас исход 32 33 и возвратился моисей к яхве и сказал о народ сей сделал великий грех сделал себе золотого бога прости им грех их а если нет то изгладь и меня из книги твоей в которую ты вписал яхве сказал моисею того кто согрешил предо мною изглажу из книги моей и самое интересное что в римлянах 8 главе 33 34 стихах сказано кое-что интересное я сейчас объясню что же означает изгладить кто будет обвинять избранных яхвы яхве оправдывает их кто осуждает миссия ишуа умер но и воскрес он и одесной яхве он и ходатайствует за нас и так моисей ходатайствует и ишуа тоже ходатайствует за нас у меня лишь небольшой листик бумаги но я хочу кое-что вам показать я написал свое имя на листочке бумаги а теперь я вычеркну его черным фломастером видите и в том стихе он не сказал давайте вернемся к экрану я хочу кое-что показать в том стихе он не сказал сотри меня из книги видите если вы стираете кого-то из книги то по существу вы подразумеваете да ты был там записан и можно всегда увидеть здесь сходство ну допустим у вас есть листок бумаги и если вы записываете там свое имя а потом стираете его то на бумаге потом все равно остаются отпечатки следов от вашего имени но когда вы вычеркиваете его происходит то же что и с этим листком бумаги посмотрите я написал свое имя потом зачеркнул его черным маркером и когда вы смотрите на зачеркнутое черным маркером я знаю у нас нет на это времени потому что я не предупредил своих друзей но что интересно так это то что у вас не остается никаких доказательств потому что черный фломастер уничтожает всякое доказательство того что здесь когда-то что-то существовало вот что означает сгладить другими словами моисей говорит убей меня вместо этих людей пусть они и согрешили убей меня вычеркни меня из своей книги не это ли сделал для нас и ишуа он был готов умереть за нас и это тени прообраз ходатай посредника он взял наказание израиля и моисей был готов умереть за людей и даже потерять свое вечное искупление и вечную жизнь вместе с миссией в его царстве его любовь была так велика что он был готов просить творца убить его вместо людей чтобы люди могли жить но моисей бы умер и это истинная любовь моисея к народу и ишуа сделал то же самое для нас он был готов оставить свое место на небе чтобы прийти и взять на себя наказание израиля грех израиля идолопоклонство и вновь вернуть нас в отношении завета по своей любви также как добрый пастырь ищет стадо свое ищет израиль он был готов умереть за нас чтобы мы снова были восстановлены и стали той невестой которая желает это потрясающая любовь и все было уже предначертано заранее и предопределено и предрешено в торе и в пророках но если мы говорим что с торой пророками была покончена тому опускаем это потрясающее учение давайте продолжим оба и моисея и шо были кроткими людьми в числах 12 3 сказано моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле матфея 11 29 говорится возьмите иго моё на себя и научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим аминь и моисей и ишуа верные служители мы видим что в евреям 3 главе 5 стихе сказано и моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того что надлежало возвестить откровение 3 14 показывает мессию в своей славе когда он приходит во второй раз и ангелу лаудикийской церкви напиши так говорит аминь свидетель верный и истинный начало создания яхве аминь хорошо давайте посмотрим следующий пример у меня осталось всего несколько минут и я хочу успеть рассмотреть это моисей извел для людей воду и ишуа это живая вода я уже зачитывал вам это числа 20 глава 11 стих когда моисей поднял руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды потекло много воды и пила общество и скот его также в иоанна 4 14 сказано а кто будет пить воду которую я дам ему тот не будет жаждать вовек но вода которую я дам ему сделается в нем источником воды текущей в жизнь вечную 1 коринфянам 10 4 и все пили одно в израиле все пили одно и то же духовное питье ибо пили из духовного последующего камня камень же был миссия также моисей был царем и ишуа это царь мира второзаконие 33 4 закон дал нам моисей наследие общество иакова и он был царь израиля видите когда собирались главы народа вместе с коленами израилевым так что они считали моисея царем в первом тимофею 6 главе 14 и 15 стихах говорится соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления господа нашего миссии ешуа которая в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и господь господствующих аминь и моисей и ишуа принесли искупление за ваши грехи исход 32 30 на другой день сказал моисей народу вы сделали великий грех и так я взойду к яхве не заглажили греха вашего что это был за грех идолопоклонство римлянам 5 11 и недовольно сего но и хвалимся богом через яхвы нашего миссии ешуа посредством которого мы получили ныне примирение или искупление за что за грех что был за грех у израиля идолопоклонство и какой грех мы видим сегодня он исследованный многими христианами грех идолопоклонство и при этом они не знают что поклоняются воскресенье в рождество поклоняются языческой пасхи которые не являются праздниками установленными яхвы пожалуйста не принимайте это как оскорбление проверьте эту информацию это очень легко сделать зайдите в интернет и вы это найдете давайте еще рассмотрим несколько слайдов перед тем как закончим занятия и моисей и еще были судьями израиля в исходе 18 13 говорится на другой день сел моисей судить народ и стоял народ пред моисеем с утра до вечера 8 главе евангелия от иоанна в десятом и одиннадцатом стихах мы видим что к и шо приводят женщину взятую в прелюбодеянии и так моисей вершит праведный суд моисей судит справедливо одним из знаков истинного пророка подобного моисею будет то что и он также будет творить праведный суд и в иоанна 8 главе 10 стихе сказано и шоу восклонившись и не видя никого кроме женщины сказал ей женщина где твои обвинители никто не осудил тебя она отвечала никто господи и шоу сказал ей и я не осуждаю тебя иди впредь не греши значит ли это что она была не виновата конечно же нет но видите ли если вы изучите эту историю то там говорится что они привели к нему только женщину взятую в прелюбодеянии но они не привели мужчину совершившего прелюбодеяние а согласно второзаконию вы должны привести и мужчину и женщину застегнутых совершении акта прелюбодеяния а также и двух свидетелей которые видели их и они должны побить их камнями и шоу не был свидетелем и они не привели мужчину взятого в прелюбодеянии поэтому и праведный суд не мог состояться если бы и шоу совершил над ней суд а он знал что она была виновна в прелюбодеянии но если у вас нет надлежащих доказательств и свидетелей то это не является истиной поэтому если бы и шоу совершил суд заявив о том что она виновна и фактически она была виновна но без надлежащего свидетельства и протокола вершения суда у вас нет права производить суд если бы и шоу тогда произвел суд он бы ликвидировал свою кандидатуру как миссии он бы дисквалифицировал себя как истинного миссии израиля не правда ли удивительно такие мелочи играют такую большую роль когда вы начинаете исследовать древнееврейское толкование текста и об этом мы будем говорить последующие несколько недель мы поговорим о том как и шоу исполнил все требования предъявляемые пророку подобному моисею я действительно счастлив что у меня есть возможность прийти к вам и поделиться некоторыми из своих учений и как я всегда говорю не верьте всему что я говорю но проверяйте все что я говорю и помните эта информация будет выставлена на моем веб-сайте а также на сайте божьего учебного канала где вы можете посмотреть ее бесплатно вы можете все перепроверить изучив эту информацию и доказать самим себе чтобы быть точно уверенными что и шо и есть истинный миссия вся эта информация которая сейчас выходит по новостям всякий раз пытается опровергнуть личность нашего миссии но у нас должны быть доказательства согласно писанию и когда мы будем проходить через весь тот хаос который начнется вокруг нас мы будем знать что наш искупитель жив и что он вернется чтобы искупить вас и меня надеюсь это учение благословила вас пусть яхва сохранит и благословит вас и до новых встреч шалом алейхем шалом алейхем и добро пожаловать снова в служение мудрость в торе меня зовут рико кортес и это действительно честь для меня вновь поприветствовать вас вашем доме надеюсь я ободряю побуждаю вас вернуться и самим исследовать писание также я надеюсь что это слово назидательно для вас я знаю иногда вещи которые я говорю могут быть противоречивыми в том смысле что возможно вы никогда не слышали их раньше но я призываю вас попытаться доказать мою неправоту вновь открыв писание исследуя его потому что наша главная цель это доказать что яхве прав а человек лжет и главная цель стоящая за всем этим это что мы хотим быть уверенными в том что и шо это наш миссия и всегда иметь этот корень и твердое основание того что он есть миссия невзирая на то что нам говорят но также нам нужно доказать это точно таким же образом как он доказал лидером первого века в иерусалиме что он и есть миссия посланный яхве это четвертая часть данных учений которые я делаю и я надеюсь сегодня мы закончим но самое основное что я пытаюсь сделать это доказать что и шо это пророк подобной моисею помните в прошлых частях где я обращался к 18 главе второзакония начиная 17 стиха где сказано что яхве пошлет пророка такого как моисей подобного моисею и все что скажет тот пророк должно быть услышано потому что все что скажет тот пророк придет от яхве то есть прямо от господа и он будет говорить слова господа и в первых эпизодах которые я записал на эту тему я объяснял что и шо использовал этот язык мое учение не мое но пославшего меня отца и этот язык преобладает в новом завете доказывая что и шо не говорит своих собственных слов но что это слова переданы ему отцом также в иудаизме существует теология которая гласит ло баше май и мхи это взято из 11 стиха 30 главы второзакония где они манипулируют текстом говоря что тора больше не на небе и поэтому у яхве больше нет никакого права указывать нам как соблюдать тору она есть только у раввинов что же христианство сделало то же самое они говорят что иисус все пригвоздил к кресту и теперь они вырывают из контекста все что сказала и шоу и утверждают что нам больше не нужно следовать торе и что только у богословских школ доктрины динаминации есть право определять что естественно что нет это что я пытаюсь сделать это вернуться к тому что говорит яхве что говорит хошем наш создатель и да будет слово божье истинно а все люди до окажутся лжецами и это относится ко всем давайте закончим эту серию учений сравнением в прообразах жизни моисея и миссии в прошлый раз я говорил о моисея и ешуа как о верных служителях и моисея и шоу были верными слугами евреям 35 сказано моисей был верен во всем доме его для засвидетельствования того что надлежало возвестить а в откровении 314 в письме к лаодикийской церкви а ешуа сказано так так говорит аминь свидетель верный и истинный видите они оба были верными служителями моисей дал людям воду и ешуа это живая вода я уже зачитывал вам это раньше но я хочу освежить это в памяти снова чтобы быть последовательным в том что я пытаюсь сделать то есть взять жизнь моисея и жизнь миссии и сравнить их также моисей был царем а ешуа это царь мира во второзаконии 33 5 а моисея сказано что он царь израиля а в первом тимофея 6 главе в 14 и 15 стихах говорится я уже читал их на прошлой неделе но хочу убедиться что повторю их еще раз и ишуа назван царем царствующих и господом господствующих и моисей и ишуа приносит искупление за грехи людей мы видим что моисей поднимался на гору и ходатайствовал за народ а в римлянах 5 главе 11 стихе павел пишет и не довольно сего но и хвалимся яхва через спасителя нашего миссии ишуа посредством которого мы получили примирение и так моисей искупает израиль а еще и искупает нас и моисей и ишуа являются судьями израиля исход 18 глава 13 стих на другой день сел моисей судить народ и стоял народ пред моисеем с утра до вечера а в истории из 8 главы евангелия от иоанна 10 и 11 стихах мы видим что к нему привели женщину взятую в прелюбодеянии я разговаривал с одним своим другом здесь в этой студии и мы пытались рассмотреть это а знаете что мы сейчас делаем мы это разберем потому что думаю это очень важно хорошо до сих пор мы уже доказали что ишуа соответствует титулу пророка подобного моисею все что он делает соответствует требованиям но давайте посмотрим что произошло в этом отрывке из 8 главы иоанна если мы откроем эту главу мы увидим что к нему привели женщину взятую в прелюбодеянии это не часть учения поэтому я буду говорить из своей головы оставайтесь со мной хорошо 8 главе первом стихе сказано иисус же пошел на гору елеонскую а утром опять пришел храм и весь народ шел к нему он сел и учил их тут книжники и фарисеи слышите кто там был привели к нему женщину взятую в прелюбодеянии и поставив ее посреди сказали ему учитель эта женщина взята в прелюбодеянии другими словами они видели как она это с кем-то совершала здесь говорится а моисей в законе и заповедал нам побивать таких камнями ты что скажешь говорили же это искушая его чтобы найти что-нибудь к обвинению его но и шо наклонившись низко писал перстом на земле не обращая на них внимание когда же продолжали спрашивать его он восклонившись сказал им кто из вас без греха первый брось на нее камень и так давайте разберем это окей следует ли они здесь правилам суда кстати когда вы слышите людей проповедующих по этой главе они говорят что здесь он изменил закон что он пришел чтобы принести благодать они закон это не так давайте же посмотрим 20 главу книги левит посмотрим что говорит библия тора одним из признаков мессии будет то что он будет вершить праведный суд также как моисей в пустыне когда он избрал тысячи начальников и стоначальников и 10 начальников и когда мы читаем 20 главу книги левит 10 стих 20 главе левит 10 и 11 стихах сказано следующее если кто будет прелюбодействовать женой замужнюю если кто будет прелюбодействовать женой ближнего своего да будут преданной смерти и прелюбодей и прелюбодейка кто ляжет с женой отца своего тот открыл наготу отца своего оба они да будут преданы смерти кровь их на них другими словами когда к нему привели женщину Заметьте, что ее поймали в момент совершения прелюбодеяния. Но они не привели еще одного человека, которым был мужчина, они привели только женщину. То есть фарисеи и книжники не следовали надлежащему суду, согласно протоколу, указанному в Торе. Вам необходимо иметь двух свидетелей. Они сказали, что уличили ее в прелюбодеянии. Но позвольте, ведь они не привели другого человека. И в 6 стихе сказано, что они искушали его. Почему? Потому что если бы Иешуа произвел суд, и хотя он знал, что она виновна, он бы дисквалифицировал себя, как пророка. Он бы дисквалифицировал себя, как помазанного пророка Яхвы, который есть Мессия. Надеюсь, это понятно. Давайте вернемся к Писанию. 22 главе книги в Таразаконии. Таразаконии 22, мне это нравится. Когда ты перелистываешь Писание, тебе нужно доказывать через Писание, будучи готовым вовремя и не вовремя, так ведь? В 22 главе, 22 стихе сказано, «Если найден будет кто лежащий с женой и замужнию, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло от Израиля». Разве они привели к Иешуа мужчину? Нет, они привели только женщину, что не квалифицируется как истинное свидетельство. Теперь, по каким критериям определяли истинного свидетеля? Давайте обратимся к Второзаконию 17. В 17 главе Второзакония, в 6 и 7 стихах, «Ясно сказано о требованиях праведного суда. По словам двух свидетелей или трех свидетелей, должен умереть осуждаемый насмерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей... Послушайте, рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его. Потом рука всего народа. «Итак, истреби зло из среды себя». Другими словами, вот почему он и говорит в 7 стихе. Он говорит, «Кто из вас без греха?» 7 стих. «Первый, брось на нее камень». Потому что должно быть два свидетеля. Помните, что книжники и фарисеи взяли ее в прелюбодеянии. Поэтому они должны были первыми бросить в нее камень, потому что они искушали его. Они поймали ее, они сами видели ее, они продумали все это, они специально так сделали. Это все было подстроено нанорочно, но Ишоя не попался на эту удочку. Он отказался от приманки. Итак, это исполнение чего? Это исполнение пророчества из Еремии. Пророчество из Еремии 17 главы говорит следующее, если только мне удастся найти это. А, вот. В 17 главе пророка Еремии, в стихе 13 сказано, «Ты, Господи, о, Адонай, надежда Израилева». Слово «надежда» здесь означает «миква» или «погружение», «крещение». Поэтому мы читаем так, «О, Адонай, миква Израиля, все, оставляющие тебя, посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды, живой». Какое совпадение? И Ишуа в храме. Они приводят к нему женщину и хотят, чтобы он исполнил суд, чтобы посмотреть, последует ли он точным правилам, указанным в Торе. А он опускается и начинает писать на песке. Вам не кажется, что так он посылал им послание? Они отвергают Ишуа. И он дает этим людям понять, что они будут в посрамлении, потому что они отвергли источник воды, живой. Они пытаются искусить его и посмотреть, явит ли он справедливый суд. Итак, вы видите, когда христианин встает и говорит, что 8 глава от Иоанна, 10 стих, о женщине, взятой в прелюбодеянии, связано с чем? О, с благодатью. Нам больше не нужно соблюдать закон. То этими словами вы только что проделали хорошую работу, доказав, что Ишуа не является мессией. Потому что в действительности сам факт, что он не осудил ее, зная, что она виновна, и завершила прелюбодеяние, но при этом то, что они не привели мужчину, и у них не было истинных свидетелей, доказывает нам, что он праведный судья, и что он творил те дела, которые творил Моисей. Надеюсь, вам это понятно. Я взял этот дополнительный кусочек и хотел немного развить мысль, чтобы вы поняли, на чем я основываюсь. Идем дальше. Моисей пришел со знамением прокаженного, и Ишуа исцеляет прокаженных. В исходе 4 главе 6-7 стихах сказано, «Еще сказал ему Яхве, «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, и вынул ее из пазухи своей. И вот она опять стала такой же, как тело его». В Матфея 8.3 сказано, «И Иисус, простерший руку, коснулся Его и сказал, «Хочу очистись». И Он тотчас очистился от проказы». И что интересно, у раввинов также есть учение на эту тему. Они называют Мессию «прокаженный учитель». В Вавилонском Талмуде Санхидрин 98.5 сказано, «И раввины сказали, что Его зовут «прокаженный учитель». В кавычках, как написано. Несомненно, Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем проказой, наказуем и уничижен Элухимом. Издание Талмуда Санчина, Исайя 53, глава 4 стих. То, что мы видим здесь, это что Моисей кладет правую руку к себе в пазуху, и она покрывается проказой. Когда Иешуа пришел в первый раз, Он взял грех Израиля, то есть проказу, которую никто никогда не исцелял, и Он исцелил ее. Когда Иешуа придет во второй раз, когда Моисей засунет руку во второй раз, мы преобразимся во мгновение ока, и уйдет всякая болезнь. Грех будет полностью побежден, и грех больше никогда не будет царствовать в нашей жизни, и нам больше никогда не придется волноваться из-за духовной проказы, то есть из-за греха. События в Исходе 4.6 – это тени прообраз того, что сделает Мессия, когда вернется. Продолжим. Мудрость Моисея и мудрость Иешуа. В Деяниях, 7 главе, 22 стихе сказано, «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». В Колоссянах 2.2 сказано, «Дабы утешили сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Мессии». Другими словами, у Иешуа было всякое совершенное разумение и познание тайн царства. Знания Моисея и знания Иешуа, данные им Яхвы. В Псалме 102.6,7 и 8 стихах сказано, «Яхва творит правду, он творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои». Верно? «Щедр и милостив Яхвы, долготерпелив и многомилостив». И здесь сноска на 34 главу книги Исход, стихи с 5 по 9. Иоанна 5 глава 20 стих. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь». Вы видите, Моисею была дана всякая мудрость от Отца, и Иешуа была также дана всякая мудрость от Отца Яхвы. И Моисей и Иешуа гневались. Мне всегда было интересно, почему Иешуа вышел из себя в храме. Таким образом были исполнены тени прообраз Моисея. В Исходе 32, 19 сказано, «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижалей и разбил их под горою». В Матфея 12, 31 сказано, «И вошел Иисус в храм Яхвы и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи, продающих голубей». Итак, вы видите, Моисей гневается, когда видит, что люди делают то, что неправильно в глазах Яхвы, и Иешуа делает то же самое в храме, потому что обязанностью первосвященника было очищать храм от всякой нечистоты и отделять святое от скверного. Священники во времена Иешуа не делали этого в храме. Поэтому, когда Иешуа зашел туда, он разгневался, так же, как Моисей, и он выступил в праведном негодовании. Вот что и произошло. На самом деле он не согрешал. По сути, он лишь выполнил требования Моисея в реальности, чтобы сохранить то, что справедливо и истинно. Перейдем к следующему слайду. И Моисей, и Иешуа провели время в пустыне. Моисей провел 40 лет в пустыне, а Иешуа провел в пустыне 40 дней. Если бы Иешуа не пошел в пустыню, он бы не был пророком, подобным Моисею. Вы когда-нибудь задумывались, почему ему пришлось пойти в пустыню? Нигде не сказано, почему. Пока вы не начинаете сравнивать его с Моисеем. Моисей отправляется в пустыню, и Иешуа отправляется в пустыню. Только Иешуа провел там не 40 лет, а 40 дней, что означает испытание. Моисей проходил испытание в пустыне в течение 40 лет. Там он заботился об овцах. И таким образом Бог привел его к тому, что он потом смог позаботиться об овцах Израилевых. И Иешуа был в пустыне 40 дней, а потом он пришел, чтобы нести бремя о тех же овцах Израилевых. Продолжим. Моисей и Иешуа омывали ноги людям. В Левит 8.6 сказано, «И привел Моисей и Аарона, и сынов его, и омыл их водою». Вы уловили это? Затем в Иоанна 13.5 сказано, «Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан». Итак, Моисей омыл ноги и летела священникам. И Иешуа сделал то же самое ученикам. Это очень важно. Вы видите, для нас это всего лишь небольшая информация. «О, он омыл им ноги». Ну и что это значит? Вернитесь в 8 главу книги Левит 6 стиху. Потому что он должен был творить дела Моисея. Все, что делал Моисей, должен был сделать и он. Пойдем дальше. Как смерть Моисея, так и смерть Иешуа была необходима для того, чтобы народ вошел в обетованную землю. В Иисусе Навине 1.2 сказано, «Моисей, раб мой, умер». Итак, встань, перейди через Иордан сей. Ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. В Иоанна 12.24 сказано, «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Другими словами, Моисей умирает, чтобы люди могли завладеть обетованной землей. Иешуа умер, чтобы семя могло вырасти, и в будущем они смогли завладеть землей. Это тени и прообразы в Медраше. Мы проводим Медраж, это метод изучения. Мы вникаем в текст и исследуем его. Следующее. Надеюсь, вы получаете удовольствие. Мне это очень нравится, потому что это необходимо для нашей веры. Нам говорят, что мы должны верить в Иешуа, но никогда не говорят нам, почему мы должны верить в Мессию. Сейчас я отступлю. Хочу кое-что заметить. Нам говорят, что мы должны верить в Мессию, но не говорят, почему. Нам говорят, что мы должны жить так, как жил Мессия, но сами они учат нас жить противоположно тому, как жил Мессия. Они учат нас, что Он был пророком, но не доказывают, как именно Он явил Себя в качестве пророка. И если мы верим в еврейского Мессию, у нас должны быть доказательства, чтобы быть уверенными, что, когда придет великая скорбь, мы будем стоять твердо, зная, что наш Искупитель жив, и что Он придет и избавит Свой народ в любви и милосердии, так же, как Он избавил израильский народ в пустыне. Вернемся к экрану. «И Моисей и Иешуа благословили народ». Исход 39.43. «И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее. Как повелел Яхве, так и сделали. И благословил их Моисей». По существу, то, что Он произнес, было и еварихиха, адонави, ешмереха. И интересно, что в Луки 24 главе 50 стихе говорится, что когда Иешуа уже восходит на небо, «И вывел их вон из города до Вифании, и подняв руки Своих благословил их». Итак, что это значит, то, что Он поднял Свои руки? Сделал ли Он вот так? Нет. Настоящий священник никогда бы так не сделал. Священник Израилю всегда благословлял народ вот так. Это буква шин. И когда они находились в храме, они держали руки на расстоянии от лба. А когда они находились вне храма, то держали их вот так, на уровне плеч. Помните фильм «Звездный путь» с Леонардом Нимой? И что вы думаете? Ведь он же еврей. Он видел это во всех синагогах по утрам. Если бы вы пошли в синагогу в шаббат, вы бы увидели, что первосвященник делает вот так. И говорит, «Хеверихиха адонави, ешмереха, яир адонай панав элейха виеху неха, иса адонай панав элейха виясем леха шалом». Значит, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. И это именно то, что сделала Иешуа. Он наш первосвященник. Поэтому, когда он поднял свои руки, он поднял их в форме буквы шин, что значит «эль шадай». И он сказал «еверихиха адонави, ешмереха». Он благословил народ точно таким же образом, как это сделал бы Моисей. Аминь. Давайте пойдем дальше. Яхве оставил наставника после Моисея, и Иешуа исполнил его обязанности. Во Второзаконии 31.23 сказано «И заповедал Господь Иисусу, сыну Навину, и сказал ему, «Будь тверд и мужествен, ибо ты введешь сынов Израиля в их землю, о которой я клялся им, и я буду с тобою». И здесь Иисус Навин является прообразом не только Мессии, но также и Утешителя. Именно Он должен был ввести народ Израиля в обетованную землю после того, как умер Моисей. Ввести их в обетованную землю – это также работа Святого Духа. И если мы посмотрим, то в Иоанна 14.16.18 говорится, «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа Истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает, и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Смотрите, Моисей оставил им Утешителя, то есть способного человека. И Ишуа оставил нам Духа, Руаха Кадеш, который есть часть того, кем является Сам Мессия. И, кстати, раввины говорят, что когда Дух Божий носился над водою, в Бытие 1 главе 2 стихе, там, где сказано, что Дух Божий носился над водою, они связывают это с Мессией. И сказано, «То есть раввины учат так, что это был Дух Мошеаха, который носился над водою». И помните, что делал Ишуа? Он ходил по Галилейскому морю. Он ходил по воде, чтобы показать нам, что Он не только Мессия, но также и Руаха Кадеш. Они соединены в одно. Давайте пойдем дальше. И Моисей и Ишуа имеют отношение к Скинии. Исход 40, 1-2. «И сказал Яхве Моисею, говоря, «В первый месяц, в первый день месяца, поставь Скинию собрание». Иоанна, 2 глава, 19 стих. Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». Следовательно, Он указывает на то, что Он и есть Тоскиния. Теперь и Моисей, и Ишуа соблюдали Песах. В Исходе 12, 21 сказано, «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите Пасху». В Иоанна 13, 1-2 сказано, «Перед праздником Песах, Ишуа, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иоди Симонову Искариоту предать его, таким образом, Моисей принимает Пасху, и Ишуа также принимает Пасху. Восхождение и исхождение. Это делали как Моисей, так и Ишуа. Моисей – это прообраз Мессии, так? Поэтому сначала он восходит на гору, а потом спускается с нее. Он восходит на гору, чтобы получить заповеди, а затем спускается к людям, которые впали и выдало поклонство. Ишуа спустился с небес, которые, кстати, олицетворяют гору. В Библии гора – это тень и прообраз неба. И мы видим, что Ишуа спустился с небес, а затем вновь поднялся. Понимаете? Это то же самое, только наоборот. Подобно Адаму. Смотрите, Адам был кем? Физическим существом, потому что он был создан из праха земного. Потом он стал духовным существом, когда Господь вдохнул в него дыхание жизни. А потом, после того, как он согрешил, он вновь вернулся в землю. Он был сотворен, чтобы жить вечно. Но он согрешил и потерял это состояние. С Ишуа произошло то же самое, только наоборот. И Ишуа оставил небесное духовное совершенство, сделал себя подобным человеком, а потом вновь вернулся в свое прежнее, совершенное состояние. Это все та же тень и прообраз. Итак, Ишуа взошел и спустился так же, как и Моисей. И Моисей, и Ишуа освящали народ. В Исходе 19.10 сказано, «И сказал Яхве Моисею, пойди к народу и освяти его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои». Итак, сколько пришло дней? Два дня. А на третий день они встретились Яхве у горы. И в Евреям 13 главе 11-12 стихах сказано, «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится превосвященникам в освятилище, сжигаются вне стана, на горе Илеонской, так? то Иешуа, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат». Итак, Моисей осветил людей, чтобы подготовить их к встрече с Яхвы. Иешуа осветил людей, став совершенной жертвой, чтобы приблизить нас к Господу. Это интересно. Надеюсь, вы пошлете имейл и сообщите мне, понравилось ли вам данное учение. Для меня это важно, потому что иногда мы выпускаем учения, имеющие план, но если вы их не получаете, то я дам вам адрес на экране. Вы сможете зайти на веб-сайт Божьего учебного канала и загрузить их бесплатно. И если у вас будет ссылка на сайт, мы сможем все это вам предоставить. Идем дальше. «И Моисей и Иешуа стали избавителями Израиля». В исходе 6-6 сказано, «Итак, скажи сынам Израилевым, я Яхвы, и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцу простертую и судами великими». Тита, 2 глава, 13 и 14 стихи, «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Элохима и Спасителя нашего Мессии Яхушуа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Итак, является ли Иешуа истинным пророком? Вот в чем вопрос. Соответствует ли Иешуа истинному пророку Яхвы? Конечно, да. Он творит те же самые дела, которые творил Моисей. Все, что Он делал, соответствует Писанию. Если вы захотите посмотреть некоторые писания раввинов в отношении того, кем был, по их мнению, Мессия, то там сказано в точности то же, что и в Брит-Хадаша, или в Обновленном Завете, который вам известен как Новый Завет. Но все, что делал Иешуа, в точности соответствует роли Мессии и тому, что Он должен был сделать, придя как страдающий слуга. Иешуа исполняет роль Мессии Бен-Иосифа, Мессии сына Иосифова. Он не исполняет роль Мессии Бен-Давида. Он еще не вошел в роль Мессии сына Давидова, то есть Мессии царя. Да, Он царь в нашем сердце. Аминь. Мы понимаем это. Но разве сейчас, в данный момент, Он царь на земле? Нет. Он придет, чтобы восстановить свое царство в мессианскую эпоху. На время тысячелетнего правления. И в этом наша надежда. Но на данный момент Он исполняет роль первосвященника. Он исполнил роль пророка. Он выполнил все требования. А теперь Он исполняет роль первосвященника. Надеюсь, вам действительно понравились учения в течение последних четырех недель. Эти четыре программы, в которые мы с вами встречались. Я знаю, что это много информации, но ведь сейчас последнее время, и нам нужно быть готовыми. Мы должны быть информированы. Надеюсь, учения, которые я вам даю, назидательны для вас. И побуждают вас самим исследовать и проверять их Писанием. И я надеюсь, что это благословение. Но помните, не верьте ничему, что я говорю. Проверяйте все, что я говорю. И как замечательно жить в это время, в которое Яхва открывает себя нам еще глубже, через своего сына Иешуа. И когда евреи, когда мой народ, я сам являюсь сефардским евреем, когда мой народ увидит, что наш образ жизни соответствует Торе, то мы сможем явить им истинную сущность нашего Мессии, того, который выполнил все требования, как истинный посланник и помазанник Израиля. Яхва да благословит и сохранит вас. До новых встреч. Шалом Алейхем. Служение Стрелы Эфраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощи на www.aframeservice.com. Нам нужна ваша поддержка.